всем привет меня зовут алена и сегодня я вам хочу показать несколько декоративных элементов которые я решила добавить свою комнату это будет маленький столик это будет напольная ваза сделаны с вами пальмовые листья и для подружки я сделал ловец но в который на данный момент пока висит у меня вот тут но совсем скоро он уже поедет к ней поэтому если вам интересно оставайтесь со мной в одном из видео я вам показывала поднос который я делала себе на кухню и из той заготовки я думала сделать столик на этот раз я купила такую же заготовку и решила все таки его сделать в старительном магазине я купила два черенка для лопаты они у меня в диаметре 24 миллиметра и столешницу круглую столешницу приблизительно 30 сантиметров в диаметре и из этого я уже хочу сделать прикроватный столик можно использовать как подставку для цветов еще понадобится перевод сверло я его тоже подбирала под диаметр моего черенка намечаем места где у нас будут располагаться нож я хочу чтоб на моем столике было четыре ножки намечаем середину после чего по краям где-то отступая сантиметра два с половиной будем делать отверстия перьевым сверлом если у вас есть помощник то отлично я же все-таки немного электроинструментов боюсь поэтому мне всегда помощь супруг или папа делать это нужно очень аккуратно чтобы у вас сверло не вышло с обратной стороны и вы не испортили лицевую сторону своего столика ножки на моем столике будут 40 сантиметров я намечаю где нужно разрезать и разрезаем в этом месте снизу ножки мы решили немножечко все-таки закруглить и делать это можно при помощи машинки или же с помощью самой простой наждачной бумаги также на ножках там где была наклейка остаются темные пятна поэтому их тоже приходится счистить после чего можно все вклеивать я использую пва клей так иглу можно использовать столярный пва клей и тут получилась такая ситуация что все-таки толщина черенка не совсем 24 миллиметра поэтому всталяя их ровно они начинают шататься и в этот момент мы решили выгнуть ножки немножечко в сторону но таким образом даже получается более устойчивый хорошо намазал пва клеем и выставляем под углом тут уже смотрите насколько нагибаются ваши ножки в сторону возможно у вас идеального размера черенок идеального размера сверло и вас ножки будут идеально ровно ничего этого делать не надо мы же немножко помучились чтобы все хорошо и ровно выставить после чего оставляем клей до полного высыхания все высохло сверху ножки своего столика я решила сокрасить белым цветом использую акриловую краску и делая это на расстояние 10 сантиметров малярной лентой на нашу разметку и крашу красила и в два слоя после чего снимаем скотч и можно снизу покрыть акриловым лаком у меня он полуматовый ну а вы уже используете такой какой у вас есть или же тот который вам больше нравится нижняя часть нашего столика высохла теперь сверху буду делать рисунок я хочу сделать такую слабую печать поэтому я распечатала картинку именно зеркально на лазерном принтере приклеил ее в нужном месте после чего беру растворитель на нашу сверху растворитель и уже карточка хорошо хорошо прижимаю именно к поверхности есть у вас не получилось с первого раза то лучше добавьте и сделайте с еще раз но не наносите сразу очень много растворителя потому что картинка может потечь но и конечно испортите в этом случае перчатки я не нашла перчатки поэтому работала без них картинка высохла и сверху покрываю тем же самым акриловым лаком после чего мой столик или же иногда будет сужить как подставка под цветы готова как я делала прошлого вид снов ссылку на это видео я вам оставлю в описании но сейчас покажу немного другой я вам уже показывала один из ловцов снов который я делал на этот раз я хочу сделать так называемым многоярусный вам понадобится салфетки вы можете их вязать сами если вы умеете или же купить секонд-хенде как это делаю в принципе я выбираем пять разных размеров в принципе почему 5 вы можете выбрать совершенно любое количество и в магазине для творчества я купила вот такие кольца не знаю как они правильно называется но висят они в отделах для декупажа с одной стороны я покрасила белым цветом после чего беру обычные белые вязальные нитки и буду натягивать свою салфетку у меня получилась небольшая проблема потому что размеры колец были очень ограничены и поэтому иногда хотелось все-таки кольцо немного побольше чтобы салфетка очень очень хорошо натянулась на некоторых это получилось не так хорошо но ничего страшного помощи ниточки я натягиваю каждый уголочек срезаем нитки и так я делаю со всеми своими заготовками нитки с обратной стороны можно закрепить также супер клеем или термо клеем самое главное чтоб их не было видно на лицевой стороне если у вас нет таких колец вы не знаете где взять используйте самые простые деревянные пяльца просто что мне не очень нравится в пяльце хотя они очень красиво смотрятся это их цена они слишком дорогие когда мы сделали все свои круженные заготовки переходим к нижним висюлькам я буду использовать ткань магазине для ткани я купила вот такую ткань сетку 1 у меня просто белая а вторая слегка такая молочная и в горошек ширина ее получается полтора метра и я нарезала именно с этой стороны полоски до 2 сантиметров шириной после чего эти полоски разделены на две части и у меня в принципе получились заготовки по 75 сантиметров тут вы уже решайте сами будете выделать не своего ловца снов из ткани или же будете применять совершенно другие материалы когда мы все подготовили я начинаю выкладывать именно в той последовательной в которой мне понравится и сшивать сшиваю я между собой точнее даже скрепляю с помощью длинной иголки и той же самой нитки никакого клея я не использую но с обратной стороны для того чтобы хорошо закрепить ниточку я наношу капельку термо клея и прижимаю вот так уже все выглядит и снизу можно прикреплять свои весюль можно делать это очень плотно но а можно это делать слегка тут уже все исключительно на ваш вкус сначала я это все делала на столе но потом я повесила свой ловец но потому что так мне кажется более понятно как она будет выглядеть дальнейшем еще решила сделать буквально три ниточки на которых будут висеть перышки делая это при помощи самой простой бусинки и обычные белые перья и закрепляла все на термо клей после чего привязала к своему ловцу снов но после того как я же его повесила на стену вы уже снизу можете выровнять так как вам хочется делайте это под одним углом делайте снизу идеально ровным выгнутым треугольным тут уже как вам хочется и вот такой обалденный ловец снов у меня получается я выделала для своей подруги поэтому как он будет выглядеть именно в интерьере у нее там где он должен находиться я пока показать вам не могу долго я думала что сделать доской лиственницы и наконец-то придумала я все-таки решила сделать из нее напольную вазу потому что иногда бывает что ты приносишь домой с улицы какие-то большие красивые ветки или решишь сделать какие-то большие цветы я поставить их некуда поэтому сейчас покажу как я ее для себя сделан наверное больше года у меня лежала вот такая дощечка это доска лиственница она очень красивая и на этот раз я все-таки решил ее использовать и хочу сделать большую напольную вазу сама толщина доски у меня получается 2 сантиметра но ширина ее 12 и высотой ваза у меня получается 36 сантиметров нам понадобится четыре одинаковые дощечки подгоняем по размеру и смотрим как будет дальнейшем выглядит нашу вазам все ли нас устраивает я все примерила и уже все остальное делала дом еще вам понадобится и совершенно любого дерева мне это вообще кусочек ламината сделать снизу квадратик чтобы у нашей вазы все-таки было дно как вы видите рисунок у лиственнице очень красивый можно закрепить при помощи гвоздей но мне не особо хотел чтобы с лицевой стороны были вообще гвозди поэтому я буду использовать тот же самый клей так иглу можете использовать совершенно любой строительный пва клей так как лиственница очень гладкая я зашкуриваю в тех местах где буду склеивать и выравниваю вот таким образом свою вазу склеивать мы будем именно так после чего наношу клей и все хорошенечко склеиваю не забывая вклеить дно если у вас есть трубцины чтобы это все закрепить отлично у меня их дома нету поэтому я использую малярный скотч закрепляя все чтобы у меня ничего не развалилась и оставляю высохнуть пока у меня снизу все хорошо не высохла я заодно убираю весь пва клей который повылазил да вот таким образом выглядит дно моей вазы после высыхания убираем скотч и можно переходить к окрашиванию можно просто покрыть лаком можно сделать какую-нибудь картинку что-то нарисовать можно покрасить в разные цвета или еще как то я хочу сделать попробовать сделать переход при помощи горелки вы это можете делать при помощи самой простой краски мне просто очень хотелось посмотреть как именно лиственница поведет себя при обжиге обжигаю именно верхнюю часть своей вазы после чего нам надо будет при помощи металлической щетки все хорошо чистить и что могу сказать наверное все таки лучше обжигать сосну чем лиственницу потому что у лиственницы очень мелкие кольца за счет чего рисунок получается не такой все таки выраженный как у сосны но смотрится все равно интересно работа это пыльная поэтому делать это все лучше конечно же на улице все хорошо зачищаю и и обязательно нужно убрать всю всю пыль я это делаю при помощи пылесоса и да получается что нижнюю часть во время чистки мы вымазали ее тоже нужно будет зачистить мелкой наждачной бумагой сверху мне захотелось сделать полоску поэтому я намечаю место где у меня будет полоска малярным скотчем после чего первый слой я делаю лаком потому что если начать сразу красить краской то краска провалится в волокна и нам понадобится не один-два слоя несколько потому что все таки там темный цвет и обязательно нужно давать просыхать хорошо каждого слоя лак высох и я покрываю белой акриловой краской после того как убрали малярный скотч можно свою вазу покрывать акриловым лаком но можно добавить еще какой-нибудь декор пока моя ваза высыхает я решила сделать несколько пальмовых листьев видела как-то на пинтерест именно делают из крафтовой бумаги я взяла небольшие кусочки и вырезала вот вот на глаз просто что-то похожее на лист от середины в каждой стороны я начинаю загибать и делаю гармошку таким образом чем больше вы сделаете основную заготовку тем больше ваш будет лист чем меньше тем лист значительно меньше вот так уже получается и я захотел сделать сверху все-таки зубчики поэтому сразу на месте начинаю вырезать слегка их сверху подкручиваю чтобы они были более живыми и снизу нам остается приклеить как мыть палочку и и обкрутить просто кусочком бумаги чтобы закрыть соединение и все наш пальмовый лист готов таким же образом я делаю еще один листик только немножко другой формы палочки на которые я приклеиваю это деревянные палочки которые я покупала в магазине фикс прайс и о ну ну листья готовы и теперь можно их помещать свою вазу делать конечно нужно все-таки палочки подлиннее мы немножко туда проваливались но ничего страшного я добавила также настоящие зеленые веточки которые сорвала на речке они у меня уже немножко подсохли и смотрится очень даже ничего как вы могли заметить полоску на своей вазе из белой я поменяла в зеленую но если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал также не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать мои следующие видео и до новых встреч пока пока а